и правильно делали. Ещё фактор один. Говорят, перестали летать на Луну. Ну, действительно, люди-то не летают. Но когда говорят, перестали летать на Луну, многие думают, что и спутников туда не запускают. Конечно, реально это было первые 14 лет. После 1976 года, когда села Луна-24, советский аппарат, после этого Луну просто в космонавтике забанили на 14 лет. Про неё забыли, ничего туда не запускали. Была Венера, был Марс, там околоземная серьёзная программа была. У американцев был шаттл, у наших были долговременно обитаемые станции. Все другим занялись, Луну реально как будто забанили. И тогда поползли слухи, наверное, там они встретили инопланетян, которые сказали, несуйтесь на нашу Луну. Ну, кстати, это такое странное сочетание, которое обычно бывает у тех, кто верит в заговоры. Они говорят, американцы не летали на Луну. Ну ладно, ты можешь там верить в всё, что угодно. И он говорит, они были на Луне, им на Луне инопланетяне сказали не соваться на Луну, поэтому не летают сейчас. Так они были или не были, ты определись сначала. Но вот как-то всё равно считается, эти противоречия сочетаются в головах некоторых людей, и люди реально не летают. В принципе, после лунной программы люди не летали дальше, там, 430, чуть выше, там, километров дальше околоземной орбиты. Вот мир. Это самое дальнее, куда улетали люди после лунной программы. И сейчас никуда не летают. И стараются дальнейшие полёты отложить куда-нибудь на потом. В принципе, вот полёт лунной, он лучше всего доказал, что людям, в общем-то, в космосе делать нечего. Чисто по фану. Или там, для политических каких-то своих задач, которые, собственно, и выполняла лунная программа. Научных там было вот столько. И как только главная миссия показать демонстрацию превосходства была достигнута, главная цель — всё. Все перестали туда соваться. Теперь летают спутники. Их немало. Это вот за последние 15 лет. Я бы не стал их тут подписывать. Тут есть индийский, два китайских, два спутника китайских, китайский модуль посадочный, с него луноход сползал, правда, проехал 100 метров. Но всё-таки Кагуя японская, несколько американских модулей. То есть луну продолжают изучать. Никто не бросил её изучать. И благодаря этому изучению мы имеем несколько карт. Одна индийская, там европейская есть. Где там он? Вот он, смарт европейский. Есть китайская карта, снятая двумя разными спутниками китайскими. Так что, в общем-то, и она временами доступна онлайн. Они сначала там какой-нибудь поднимут сервер, он работает, можно зайти посмотреть китайскую карту Луны. Потом он у них упадёт, несколько лет не работает. Потом снова переходишь по этой ссылке, так примерно раз в полгода на неё заглядываю, там, не вспомнили о местной карте Луны. Сейчас снова заработало, можно поискать. Поэтому, в общем-то, изучают её и продолжают, и будут изучать. Сейчас Россия всё готовится, никак не соберётся. Несколько лунных миссий там. Будут бурить снова, будут привозить с Луны на Землю. Сейчас все на полюса нацелились, потому что там для будущей базы, обитаемой, самое пригодное место. Поэтому стоит... Кстати, есть ещё один блогер за Нептуния. За 10 из Нептунии. Вот сейчас буквально он то ли вчера, то ли сегодня опубликовал пост, как раз именно посвящённый лунной базе, о том, как и где её строить. Так что, в общем-то, и лететь думают людьми на Луну, и Россия работает над этим. Я даже, в общем-то, в Фейсбуке, в друзьях, у того космонавта, который разрабатывает российский лунный модуль. И он не боится радиации, он не боится инопланетян, он очень мечтает полететь на Луну. Так что, в общем-то, все работают. И китайцы работают, и наши. Сейчас европейцы заговорили про то, что надо бы нам взлетать на Луну. Ну, МКС реально всем уже надоело, а хотят что-нибудь покруче. И вот Луна как один из вариантов. Несколько лет назад, по-моему, в 2007 году, Google объявил конкурс на 30 миллионов долларов на первый частный луноход. Любая команда из любой точки мира может запустить свой луноход, у него задача проехать 500 метров, передать 500 мегабайт, и тогда победитель получит там сначала 30 было, потом 25, потом сейчас, по-моему, снова 30 готовы давать миллионов долларов. То есть берите, летите, никто не запрещает, никто не боится. Просто оказалось, что этого недостаточно даже для такого малыша. Но сейчас, в 2007 году, был там десятки команд, была российская, сереноход, они там сделали некого такого неказистого, удостоверяется функционального робота, который должен был полететь. Но сделать робот, это самое легкое из задачи сделать луноход. Самое сложное, его туда довести и посадить. Потому что на подлете у него скорость 2 километра в секунду. Это 3 раза быстрее, чем винтовочная пуля. Ну, там, 2,5 раза. И с этого затормозить его, чтобы он не размазал себя поверхность, и мягко посадить, это гораздо сложнее, гораздо дороже, чем сделать радиоуправляемую модельку. Сейчас 3 или 4 команды осталось, там есть израильская, пару американских, и буквально недавно, ну, недавно, уже год назад, появилась команда, точнее, она, наверное, и была, но совсем недавно ее нашли представители концерна Audi и обещали профинансировать миссию. Можно увидеть, что это не просто модуль, а с четырьмя колечками. Это самая крупная машина будет на Луне. и они поставили задачу поехать и посмотреть на Аполлон-17. Более того, с ним связан другой миф, я его, к сожалению, а, нет, добавил. Нельзя посмотреть, сейчас все про это поговорим. Когда Google объявил этот конкурс, NASA выступила с рекомендацией, опубликовала рекомендацию, ребята, не подходите близко к нашим модулям, все-таки это история, там, можно потом национальный парк сделать, все остальное, а то вы сейчас понаедут, куча частных роботов, затопчут там свины Нива Армстронга, что мы там потомкам будем показывать. Это по-своему трактовали сторонники загорода, они говорят, NASA не велит приближаться там, запрещает, а почему-то, потому что там нет ничего. Ну, никто не запретит там подъехать на 100 метров или там на 200 метров и посмотреть все издалека, просто реально, просто не пересекать треки, которые натоптали люди. люди.